Приветствую вас, вам бы для начала поработать бы над собственной уверенностью в себе, потому что совершенно очевидно, что вы следите своих чувств, вы следите своих вот переживаний, вы следите своего состояния, своей болезни, вот, боитесь, что делать. Девушка может от вас там уйти, боитесь, что девушка может, значит, закончить с вами отношения и прочее, 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 все это говорит о том, что вы в себе не уверены, вот, плюс ко всему секс, он для вас, очевидно, имеет большое значение, вот, и это тоже, в общем-то, играет на руку вашей тревожности, неуверенности в себе и страх, вот, значит, поэтому говорить о том, отбукнет ли девушку то, что у вас не было в сексуальных отношениях, может быть, да, может быть, нет, вот, это вся история про погадать в большей степени, ну, вот, мы, как бы, гаданиями не занимаемся, хоть психологи не занимаются гаданием, психологи занимаются непосредственным анализом проблем, которые у людей есть, вот, ну, в данном случае можно говорить, наверное, о ваших проблемах, вот, и о ваших конфликтах и противоречиях, например, о том, как вы восприняли, допустим, свои, свое заболевание, вот, как вы восприняли свои ограничения, вот, как вы относитесь к тому же сексу, вообще в целом, как вы его воспринимаете. И как вы относитесь к девушке. То есть, вы понимаете, какая штука, если девушку, допустим, отпугнет тот факт, что у вас никогда не было отношений на сексуалы. Что-то говорит о том, что она достаточно поверхностно к вам относилась и относится. И это говорит о том, что вот все, что ее волнует, да, вообще вот все, что ее волнует, это только, ну, секс, по сути. Вот. Не то, чтобы это было прямо, знаете, вот чем-то таким плохим, да, но просто вам для себя самого надо бы определиться, каких отношений вы хотите. То есть, хотите ли вы, к примеру, отношений больше таких вот доверительных, да, больше таких вот, больше таких духовных, да, больше таких эмоциональных, например, допустим, либо вы хотите больше таких вот отношений, основанных на сексе, на какой-то такой вот сиюминутной, да, ну, сиюминутной ценности человека и прочее. То есть, вот с этим, в принципе, вам, на мой взгляд, нужно определиться. И когда вы определитесь со своими ценностями, когда вы с ними определитесь, вы уже сможете просто продвигать какую-то вот позицию, да, вы уже сможете просто продвигать какую-то вот свою, ну, точку зрения, какое-то свое мировоззрение вы сможете продвигать, вот, и бояться, соответственно, вы будете меньше. Естественно, что это актуально только в том случае, если вы изначально не боитесь отказа, да, то есть, если у вас нет плохой отказа. Ну, которые иногда бывают у людей, вот, иногда встречать у людей строго отказа. И в этом случае, конечно, крайне тяжело бывает это пережить, но, как бы, вид, опять же, помогает в псих-капе, вот. Сейчас, поэтому, ваш вопрос, он больше про, именно, про погадать больше ваш вопрос, нежели чем про реальную какую-то проблему. Вот. Вы говорите, значит, что не можете рассказать ей про СРК прямо сейчас, но непонятно почему. То есть, вот, абсолютно непонятно, почему вы не можете рассказать девочке сейчас про то, что у вас есть СРК. Вот. Более, что встречать свои, ну, две недели. СРК достаточно маленький, но подходящий для того, чтобы поделиться какими-то вот такими вещами, да, которые действительно важны. могли бы быть для девочки, вот, чтобы она узнала, с кем встречаются, с кем взаимодействуют и прочее, 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 прочее. Вот. Такая вот история, так мне это, в принципе, все видится, вот, и видится то, что вы, вот, стесняетесь себя, то, что вы зажаты, то, что вы через чур заинтересованы в отношениях с ней. Вот. Так что, Андрей, тут вот вам действительно лгать не стоит, но сперва надо определиться с тем, чего боитесь. Лично вы, да. Чего опасаетесь, лично вы, чего и почему опасаетесь. Лично вы. И дальше уже в этом направлении работают. Вот. И уже потом, когда вы проработаете, вот, то, что вас беспокоит, я думаю, что после этого уже можно будет и с девушкой в какие-то отношения более, такие, открытые структуры. Вот. Более для себя, более безопасно, чем это имеет место быть сейчас. Вот. Значит, такая вот история. Для девочки будет гораздо хуже, если она подчеркивает, что вы не уверены в себе мужчине. Вот. И это будет гораздо хуже, чем то, что она узнает, например, о вашей болезни, в которой вы, кстати говоря, не виноваты. Вот. Ну, косвенно, косвенно, конечно, проблема в том, что вы, вероятно, очень сильно переживали, очень сильно нервничали, потому что синдром раздраженного кишечника возникает из-за нервных переживаний, из-за нервного стресса, вот, и тревожности. Вполне вероятно, что сейчас вас эта тема также продолжает беспокоить. Вполне вероятно, что сейчас вы тоже нервничаете, до конца вы нервничать не перестали. Ну, если так, то, опять же, в этом вам потребуется помощь психолога, чтобы избавиться от нервных переживаний и стресса, которые у вас сейчас вполне имеют место быть. Вот. Неважно по каким причинам, да, то есть из-за девушки, из-за чего-то еще. Главное, чтобы, вот, вы как-то, вот, в этом направлении двигались. Вот. А, вы знаете, мне кажется, что очень многое определит контекст ваших отношений с девушками. То есть, вот, вы бы как-то более подробно раскрыли бы именно контекст вашего взаимодействия с девушкой. Например, как познакомиться, да, то есть объединяет ли вас что-то? Есть ли у вас какое-то общее дело? Кого вы видите друг в друге? Как вы общаетесь? В качестве кого вы общаетесь? Это, вот, очень важно. Понимаете? И, если вы, например, ваше взаимодействие направлено, в основном, на то, чтобы хорошо провести время, то в этом случае ситуация, конечно, ну, далеко не самым лучшим образом складывается для вас. Потому что девочка узнает, она решит, что вы неопытные, что вы не сможете доставить ее наслаждение удовольствие, а потом решит, что с вами что-то не так и, скорее всего, отношения прекратят. Но, если у вас отношения более духовные, если у вас взаимодействие более духовное, то девочке будет только более симпатично то, что вы о себе заботились, не вступали в сексуальные отношения и так далее. Вот. Поэтому очень много зависит от того, какое у вас взаимодействие и какой характер, ну, какая девочка вообще сама по себе и какой вы. Вот. Вот. Я думаю, что так. Такой ответ вам можно дать. Если честно, то вот в культуре, в которой мы живем, ну, я беру русскоязычную культуру, славянскую культуру. Вот. Приветствуется, когда, ну, как бы, вот, мужчина опытный сексуально, да, а девочка нет. Но приветствуется мужчина, да. Для девушек ситуация прямо зеркальная. То есть девочке нравится, когда, ну, некоторым девочкам нравится, когда мужчина сексуально неопытный, потому что она таким образом может быть уверена, что он будет с ней, что ее ему не скидь сравнить и соответственно. Вот. Поэтому тут опять же есть как плюс, так и минус. Важно определить именно, первое, вашу позицию по отношению к своей болезни и правде о ней, и, возможно, ваши страхи, тревожность и неуверенность в себе. И контекст, контекст взаимодействия с девушкой. То есть, вот, чтобы было понятно, в каком направлении движется ваше взаимодействие. То есть, ну, куда, ну, движется, в сторону чего? Вот. В сторону чего-то духовного или в сторону простого времяпровождения. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok